Время новостей. Время новостей на Абаза ТВ. Здравствуйте. Коротко о главном. 30 статей декларации, которые должен знать каждый. 10 декабря – Всемирный день прав человека. Они положили начало. Ровно 37 лет назад абхазская интеллигенция написала беспрецедентное письмо в адрес советского руководства. Спортсмены в ожидании. Олимпийское признание Косово – прецедент для Абхазии. Всемирный день прав человека празднуется по предложению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно 10 декабря, начиная с 1950 года. В тот же день, двумя годами ранее, Генеральная Ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию прав человека. Документ, рекомендованный для исполнения всем странам мира. В нашей республике защите прав человека уделяется немалое внимание. Насколько успешно выполняется эта работа, мы попытались выяснить у жителей столицы. Всемирный день прав человека – праздник в Абхазии непопулярный. Отмечается он нешумно, без торжественных заседаний, конференций или круглых столов. Да и большинство наших респондентов не подозревали о его существовании. Между тем, 10 декабря ровно 66 лет назад произошло историческое событие, значительно повлиявшее на общую картину становления современного мира. На третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята всеобщая декларация прав человека. Впервые права и свободы всех людей планеты были закреплены в документе, имевшем широкое международное признание. Права человека всегда должно быть, если человек в чем-то неправ, его наказывают, а если он прав, его оправдывают. Ну, закон должен существовать, права человека должно быть. То есть в Абхазии, по вашему мнению, не ущемляют права человека, да, так скажете? Нет, не ущемляют. С мнением педагога Аллы Бадзия о том, что права человека в Абхазии не ущемляются, согласны многие жители Сухума. Страна у нас многонациональная, народов и различных конфессий много, однако нетерпимости не наблюдаются, подчеркивают горожане. У нас многонациональная, многоконфессиональная страна. Вот, я как бы был удостоен части быть депутатом парламента в свое время, это второй созыв. И у нас даже и парламент, народное собрание многонациональное. Все после войны 20 лет живу и нахожусь здесь, в Абхазии. Чтобы так ущемлялись и нарушались права человека, я, например, такого не знаю и не слышал. В нашей стране правозащитные организации появились сразу после Отечественной войны народа Абхазии. Одной из главных задач работы стало просвещение населения относительно основополагающих прав и свобод. Рассказывать о своих правах детям нужно с самого детства, считают жители города. Все идет от семьи. Это самое главное. И будущее наше, это от семьи все должно идти. Внутренний менталитет совершенно, мне кажется, забыто много чего. Старший, младший, уважение к младшим, уважение. Старший, младший, младший, со старшими как разговаривают. Нервы какие-то напряжены у всех. Человек должен ложиться спать, а в завтрашнем дне подумать, несколько вопросов жизненных и общественных вопросов должен решать. Тогда будут и права человека, и уважение друг к другу. Основополагающие права и свободы человека заключены всего в 30 статьях декларации. Это и права на жизнь, свободу, личную неприкосновенность, права на образование, и свободу передвижения и другие. Ознакомиться с текстом декларации не составит большого труда. Ведь всегда актуальны изречения. Если вы не знаете о своих правах, значит, у вас их нет. Астанда Ардзенба, Турник Аймичба, Абаза ТВ. 10 декабря 1996 года в Сухуми открылся офис ООН по правам человека. В церемонии торжественного открытия приняли участие президент Владислав Ардзенба и спецпредставитель генсека ООН в Абхазии Лебио Ботто. Предлагаем его вашему вниманию. То, что такой офис начинает свою работу, в этом есть и участие абхазской стороны, которая дала свое согласие на его размещение на нашей территории. Давая такое согласие, мы тем самым хотели подчеркнуть, что мы хотим развиваться в рамках норм международного права, принятых цивилизованным обществом. Кроме того, я одновременно хочу передать Белую книгу Абхазии, которая, кстати, хочу напомнить, была издана уже в 1993 году. Я это говорю в связи с тем, что в последнее время господин Шеварнадзе очень пугает нас гаагским судом. Я готов, если господин Шеварнадзе готов предстать перед гаагским судом, как человек, который отдал команду начать войну, я готов предстать перед этим судом вместе с ним и публично полемизировать с ним перед этим судом. Кроме того, мы готовы передать, и мы начали уже работу, которую вот тут предложил господин Левио Бота, в плане перевода важных международных документов на абхазский язык. Таковой является и наша конституция, которая включает нормы всеобщей декларации прав человека. Хроника дня. Президент Рауль Хаджимба принял чемпиона мира по паротеквандо Леона Цвижба. Глава государства высоко оценил достижения абхазского спортсмена и выразил благодарность его наставникам. Спортсмена тренирует Евгений Головихин. Законопроекты по судебной реформе включены в повестку дня очередного заседания Народного собрания для принятия их в первом чтении. Такое решение принял парламентский комитет по правовой политике, государственному строительству и правам человека. Цель судебной реформы – обеспечение условий развития и совершенствования судебной системы страны, повышение квалификации судей и качества отправления правосудия. Парламентский комитет по экономической политике, реформам и инновациям рассмотрел проект закона Республики Абхазия об электроэнергетике. Депутаты приняли решение создать парламентскую рабочую группу для дальнейшей доработки законопроектов ко второму чтению. В нее также планируется включить представителей исполнительной власти и специалистов в данной области. Законопроект о поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в республике обсуждался на первом заседании рабочей группы в Министерстве экономики Абхазии. Документ станет основой создания нормативной базы для реализации мероприятий по обеспечению благоприятного предпринимательского климата и стимулирования предпринимательской активности. А при Министерстве экономики создана и рабочая группа по разработке законопроекта о размещении государственного и муниципального заказа в Республике Абхазия, которая также провела первое рабочее заседание. В ближайшее время планируется начать работу над законопроектом о лизинге. Соглашение о сотрудничестве заключили Торгово-промышленная палата Абхазии и Российское агентство содействия бизнесу. Как сообщает Абснепресс, партнерское соглашение подразумевает консалтинговую и правовую поддержку развития бизнеса, организацию и проведение мероприятий для привлечения инвестиций на территории Абхазии и России. Будет также проводиться работа для формирования положительного образа абхазского и российского предпринимательства. Полноправным членом Международного Олимпийского комитета признан Национальный Олимпийский комитет Косова. Решение было принято на очередной 127-й сессии МОК, которая прошла в Монако с 8 по 9 декабря. Олимпийский комитет Косова был сформирован в 1992 году. В него входят свыше 30 национальных федераций по видам спорта, 13 из которых олимпийские, так же, как и в Абхазии. Хотя нашему Олимпийскому движению далеко до признания международным сообществом, в этом направлении делаются определенные шаги. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Новость о признании Национального Олимпийского комитета Косова Международным Олимпийским комитетом взбудоражила общественность. Значит, и у абхазских спортсменов есть шанс. Но политика – дело тонкое, особенно в спорте, где ее, по идее, вообще не должно быть. Понятно, что за ними стоит Америка. У них интересы лоббировал человек, который работает конкретно в МОК. Одним можно, другим нельзя. У них, как всегда, у американцев в Европе всегда немножко двойные стандарты. Не только в спорте. Хотя все говорят, что спорт вне политики, но все равно без политики не обходится. Политическим называет решение МОК академик ректор Агу Олегу Гварамия – непосредственный участник Олимпийского движения. В 1980 году на Московской Олимпиаде он судил соревнования. Академик уверен, что признание Олимпийского комитета Абхазии международным нужно добиваться во что бы то ни стало. Наша задача – мы всеми силами должны постараться сделать так, чтобы и наш Олимпийский комитет был признан. Пусть под флагом Абхазии пройдут два спортсмена. Это уже будет большое достижение. Национальный Олимпийский комитет Абхазии существует с 2001 года. Как вспоминает Рафаэль Ампар – один из тех, кто формировал его. В свое время они закидывали МОК письмами с просьбой принять их в международное олимпийское сообщество. Ответ был очень кратким, что страна Абхазии не признана мировым сообществом. Исходя из этого, ваш национальный Олимпийский комитет не может быть признан Международным Олимпийским комитетом. Но в то же время в Харте есть еще и пункт, что любой человек, желающий заниматься спортом, имеет право выступать на Олимпийских играх. К сожалению, это политика двойных стандартов. Она, к сожалению, прошла и в спортивное сообщество. Сейчас, как рассказывает Валерий Аршба, в связи с признанием Комитета Косова, Олимпийский комитет Абхазии направит еще одно письмо в МОК. В связи с тем, что произошло такое событие, мы начали готовить тоже, национальный Олимпийский комитет Абхазии, начал готовить письмо в исполком Международного Олимпийского комитета. Я не знаю, насколько это положительно, не положительно, но мы все-таки обратимся обязательно. Но вряд ли наш национальный комитет готов к немедленному признанию со стороны МОК. Как рассказывает Валерий Аршба, сейчас только разработан план развития национального Олимпийского комитета. До 2020 года нужно проделать большую работу. Там по годам расписано, что мы должны делать для того, чтобы к 2020 году подойти, как сказать, во всеоружии, для того, чтобы, может быть, к этому времени, как бы мы рассчитывали, что нас могут принять. Почему? Какие этапы, допустим? В 2015 году мы планировали подписать договоры о сотрудничестве с Олимпийским комитетом Российской Федерации, с Белоруссией, с Арменией. Есть и другой путь, более длинный, добиться признания наших федераций спорта международными федерациями. Тогда, по мнению Рафаэля Ампара, появится больше аргументов в пользу признания Национального Олимпийского комитета Абхазии. Федерации Олимпийских видов спорта, если будут признаны международными федерациями такого же вида спорта, тогда у нас появится шанс еще раз написать Лазану, штаб-квартиру Олимпийского комитета международного и надеяться на то, что в этом случае может быть к нам повернуться, как говорится, лицо. У Абхазии богатое олимпийское прошлое. Правда, в составе Советского Союза. Сразу вспоминаются Санеев и Гумба. Есть спортсмены, которыми республика гордится и сейчас. Например, Денис Царгуш. Только выступают они под российским флагом. В будущем, говорят чиновники от спорта, есть надежда слышать на Олимпиаде не только абхазские фамилии, но и абхазский гимн. Мария Анна Котова, Сосрыква Агуха, Науран Кваб, Абаза ТВ. Несколько исторических дат. 10 декабря 1952 года сёстры Екатерина и Тамара Шакрыл обратились к Иосифу Сталину с письмом о шевинистической политике, проводимой властями Грузии против абхазского народа. Спустя 25 лет, 10 декабря 1977 года, 130 представителей интеллигенции направили письмо в ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета СССР, протестуя против продолжения биревской политики в Абхазии. Письмо от абхазской интеллигенции вошло в историю как письмо 130. Это письмо не было первым, однако по содержанию, стилю и характеру существенно отличалось от предыдущих. Мы побеседовали с одним из составителей абхазского письма 1977 года, нынешним директором Центра стратегических исследований Олегом Домения. Абхазские письма 20-го столетия – это уникальный исторический феномен. Неизменное и чёткое желание защитить свою родину и свой язык руководило абхазским народом не одно столетие. Всё национально-освободительное движение сводилось тогда к одному требованию – выходу из состава Грузии, говорит Олег Домения. Во всех этих выступлениях народа, нашего народа, склозило желание его выйти из состава Грузии. Оно, это желание выражалось в различной форме, но оно присутствовало однозначно. Авторы письма 130 однозначно высказались за выход республики из состава Грузии и введение её в состав Общероссийской Федерации – РСФСР. Письмо 1977 года – далеко не единственный документ в этом ряду. Годы 1931-1947 – активные в национально-освободительном движении 50-е и 60-е. Это далеко не полный перечень попыток привлечь внимание к судьбе абхазского народа, докричаться до высшего советского руководства и показать произвол Тбилиси. Все эти попытки были весьма смелыми шагами, ведь в то время письма на имя высшего руководства ЦК КПСС были беспрецедентны. Мне хотелось бы подчеркнуть, что такие письма, такие выступления имели место в советское время, когда подобное нигде не происходило. И причём это происходило во времена Сталина и Берия. В письме подробно изложена политика ущемления этнических прав народа. Показана целенаправленная политика ассимиляции абхазов, попросту говоря, процесс огрузинивания исконного населения. Подробно описаны факты ущемления абхазской культуры, языка, репрессии в отношении абхазской научной и творческой интеллигенции. Каждому из авторов письма 130 было далеко не просто подписаться под этим документом и не только из-за давления центральной власти. Было очень много разного рода давления на нас. Многие из тех, которые тогда жили, многие говорили о том, что наш народ может лишиться вас, а это не в интересах нашего народа. И чтобы сохранить себя и сохранить наш народ, каким-то образом вы должны идти на компромисс. Олег Домения был одним из тех, кто в те годы не побоялся ни предупреждений, ни угроз. Как показывает история, благодаря смелости десятков и сотен подобных Олегу Домения, представителя абхазской интеллигенции, наш народ и смог добиться успеха как в национально-освободительном движении, так и впоследствии победить в кровопролитной войне. Но забывать уроки истории не стоит даже победителям. Еще об одной исторической дате. 10 декабря 1993 года состоялось принятие Верховным Советом Республики Абхазия закона о гражданстве республики. 5 января 1995 года были внесены изменения в закон. А 24 октября 2005 года парламентом Республики Абхазия был принят новый закон о гражданстве Республики Абхазия. Лучшим студентам АГУ вручили стипендии и подарки от аквафона. Торжественная церемония прошла в кабинете ректора вуза. Вот уже 9 лет крупнейший сотовый оператор реализует самую большую стипендиальную программу в Абхазском госуниверситете, благодаря которой 16 студентов ежегодно получают персональные премии. В этом году руководством компании было принято решение об учреждении новой программы, нацеленной на поддержку студентов-репатриантов. Подробности у Амелии Асатурян. У студентов каждый рубль на счету. Это известно всем. Понимает это и компания Аквафон, которая оказывает поддержку самым способным и трудолюбивым. Выботу размером 2000 рублей ежегодно получают два лучших студента с каждого факультета вуза. Тем самым оператор сотовой связи поощряет интерес молодых людей к получению знаний и активно следит за их успехами в учебе. Молодежь должна понимать, что за их творческим путем, за их судьбой кто-то следит, и их успехи поощряются. То есть на самом деле эта программа показала нам, как много у нас творческой молодежи, нацеленной на саморазвитие, нацеленной на то, что как бы это ни прозвучало, мы на самом деле стали будущим в этой стране. За 9 лет стипендиальной программы компании Аквафон были удостоены 114 лучших студентов АГУ. Каждый из тех молодых людей, кто получает сегодня денежную премию, является по-своему талантливым и одаренным человеком. Не случайно Аквафон выбирает своих стипендиантов. Многие из них уже работают, а кому-то совсем скоро предстоит пополнить ряды сотрудников сотовой компании, да и других не менее значимых учреждений. Учиться хорошо не так уж сложно. Главное, чтобы выбранная профессия была по душе, говорят сами студенты. В этом году компания учредила еще одну стипендию имени абхазского поэта и просветителя Омара Бегуа, которая направлена на поддержку студентов-репатриантов, потомков махаджиров, обучающихся в АГУ. Идея эта принадлежит председателю комитета по репатриации Хрипсу Джокуа. Выпроки должны обеспечить социальную поддержку студентов и привлечь их к активной общественной деятельности. Первую стипендию вручил репатриантам Хрипс Джокуа. Стипендия имени Амара Бегуа, она безусловно призвана социализировать ребят из числа репатриантов, адаптировать их в нашу среду. То есть одно из критериев, которыми мы будем руководствоваться при собеседованиях, это строение абхазского леса, активное участие в общественной жизни, академические успехи безусловно. Аквафон и впредь собираются участвовать в жизни молодого поколения, предоставляя рабочие места и поощряя новые интересные идеи и творческие замыслы. Амелия Асатурян, Сострыква Агуха, Абаза ТВ. В Карачаево-Черкесии в рамках Года культуры открылся международный фестиваль вокального творчества «Жемчужина на шелковом пути», в котором принимают участие более ста исполнителей из Армении, Абхазии, Грузии, России и Южной Осетии. Как сообщает ТАСС, фестиваль продлится до 14 декабря. Мероприятие призвано поддержать талантливых исполнителей, способствовать развитию вокального творчества, укреплению культурных связей между регионами, а также популяризации культурного и туристического потенциала Карачаева-Черкесии. Мятежный дух и любовь к свободе часто становятся основными мотивами музыкальных произведений. Органист Лука Гаделия на днях записал подобную композицию в Кафедральном римско-католическом соборе в Москве. Это пьеса испанского композитора Исаака Альбениса под названием «Астурия». В этой, на первый взгляд, танцевальной мелодии заложен глубокий смысл. Астурия – область Испании, которая смогла отстоять свое право на независимость, свой язык и культуру. Вот небольшой отрывок из композиции. Астурия – область Испании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Четверг, 11 декабря, в Сухуми облачно, дождь, температура воздуха днем 14, ночью 8 градусов тепла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok